Есть в русской истории города, которые самим названием своим символизируют определенные события, определенные этапы в развитии нашей русской цивилизации. Это Петербург, это Владимир, это Москва, ну и, конечно, это Древний Киев. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Древний Киев, мать городов русских, как называли его наши предки, действительно, это великий город, это город, который создавал самые основы русской цивилизации. И в этом отношении мы должны, конечно, пройти, так сказать, по истории древнерусского государства, как получилось, что Киев стал вот тем великим, тем знаковым городом, о котором мы любим говорить, любим вспоминать, и который, кстати, всегда любил вспоминать Василий Васильевич Ключевский, который говорил, что вот разные есть города в России, а самый хороший, самый мягкий, любимый народом, это все-таки Древний Киев. Так вот, все-таки необходимо пройтись по основным точкам, из которых поднималось вот это вот Киевское величие. Ну, начинается все, конечно, с 862 годом. 862 год – это призвание варягов, призвание Рюрика, начало древнерусской государственности в ее таком легендарном представлении. 862 год, кстати, запечатлен в знаменитом памятнике тысячелетию России. В 1862 году в Новгороде по распоряжению императора Александра Второго был поставлен замечательный памятник. 128 фигур, которые обозначают все основные направления русской культуры, русской истории. Так вот, в 862 год приходит Рюрик. Но Рюрик – это такая полутаинственная, полунистическая фигура, мы практически ничего о нем не знаем. Несколько более конкретно уже имя Олега. Олег – наследник Рюрика. Мы точно не знаем, в каком родственном отношении они находились. Летопись просто говорит, сродник его, то есть родственник был Олег родственником Рюрика. И вот Олег решает объединить север и юг, потому что в это время возникает такая ситуация, когда на севере правит одна группа лиц варягов, а на юге другая. И вот в 882 году по ходу Олега на Киев, собственно говоря, и возникает единое государство, единое древнерусское государство. И вот столицу этого нарождавшегося государства Олег переносит из Новгорода, где раньше он располагался со своими варягами, в Киев. Таким образом, рождение древнерусского государства – 882 год. Это государство тянулось узкой полосой вдоль пути из варяг в греки. И прежде чем мы пойдем дальше по этому пути, несколько слов о том, что это за путь из варяг в греки. Это главная дорога Киевской Руси, дорога политической борьбы, дорога торговли, дорога культурных связей. Путь из варяг в греки. Уже само название звучит, так сказать, очень красиво. Это значит, можно поехать в Византию, можно привезти оттуда какие-то знания, какие-то товары, а можно пойти наоборот на север, к этим знаменитым варягам. Так вот, путь из варяг в греки начинался в финском заливе Балтийского моря. Дальше путники двигались по реке Неве, поднимались по Неве, выходили в Ладожское озеро, проходили небольшой участок вдоль берега Ладожского озера и выходили на Волхов. Река Волхов, на которой стоит Новгород, второй по значению город Древней Руси после Киева, выходили на Волхов, по Волхову поднимались вверх и выходили на Ильмень озера. Там, где Волхов начинается из озера Ильмень, там собственно и стоит Новгород. И вот путь из варяг в греки далее продолжался по озеру Ильмень. И на противоположной южной стороне, там в озеро Ильмень впадает река Ловоть. Река Ловоть, которая течет с юга на север. И вот путники продвигались по этой самой Ловоть и доходили примерно до верховья Днепра. Дело в том, что вот мы сейчас представляем Днепр как украинская река, чуден Днепр при тихой погоде. Но на самом-то деле ведь верховье Днепра в Смоленской губернии, Смоленской, причем в северной части Смоленской губернии. И там существовал такой огромный Оковский лес, из которого брали начало три великие реки. Начало Западной Двины, начало Днепра и начало Волги. И вот поднимались по пути из варяг в греки до верховья Фловоти, и там существовал Волок. То есть специально налаженная дорога, по которой перетаскивали небольшие корабли от верховья Фловоти через водораздел до верховья Днепра. Выходили в Днепр, Днепр течет с севера на юг, то есть водораздел был преодолен. И дальше уже по волнам Днепра путники шли до Смоленска. Великий город, красивый город, тоже оставивший яркий след нашей истории. Шли до Смоленска, в Смоленске делали остановку, перегружали товары. Потом дальше, дальше уже Киев. Вот Киевские горы. В Киеве обязательно нужно было остановиться, помолиться или в церквах позднее, или, по крайней мере, как-то рассказать о своем путешествии. Ну и дальше из Киева уже вниз под Днепру выходили в Черное море, и вдоль западного берега Черного моря доходили до Константинополя. Вот этот путь из варяг в греки – это стержень, на котором возникало наше древнерусское государство – стержень. Постепенно это государство расширялось, но основой оставалась вот эта дорога из варяг в греки. Так вот, по этой дороге приходил Олег в Киев. После Олега правит Игорь. Игорь прославился своими походами на Византию. Это вообще любимое занятие было киевских князей – совершать грабительские походы на Византию. Иногда удачно, иногда не очень. Ну а вторая забота первых киевских князей состояла в сборе дани. Славянские племена – Вятичи, Кривичи, Радимичи, которые жили свободными общинами вокруг этого пути, они обязаны были теперь платить дань, которая называлась «Полюдье». И вот князья ездили весной, обычно собирали эту дань. Это ценные меха, это могли быть какие-то ремесленные изделия, то есть мед, воск, тоже все это пригодилось. И они все это, собрав, отправляли продавать в Константинополь, Византию. Но постепенно уже идет некоторая, так сказать, смена картин. Ну что здесь можно вспомнить? Вспоминаем, конечно, княгиню Ольгу. Княгиня Ольга была мудрая правительница, которая начинала с того, что отомстила за убийство своего мужа, князя Игоря, убитого древлянами за то, что он хотел собрать слишком большую дань. Ольга убила, уничтожила древлянских послов, жестоко отомстила, но сама создала более эффективную систему управления. Вот эти погосты, ряды, в которых происходила торговля и администрация, это изобретение княгиней Ольги. Ну а кроме того, Ольга, как мудрая женщина, понимала, что для укрепления государства необходима не только политическая власть, но необходима единая религия. Она понимала это, она прекрасно знала, что религия должна прийти с юга, потому что Византия была для нас наиболее перспективным, так сказать, вариантом развития этого вопроса. Ну и вот Ольга сама совершила путешествие в Константинополь, чтобы показать своим подданным, что этого не надо бояться, что это вполне естественный путь развития. Она приняла там крещение, император Константин Багринародный лично окрестил ее в Константинополе, дал ей своих священников. И вот при Ольге был построен первый христианский храм в Киеве, церковь святого Ильи. Но при этом она понимала, что ее правление скоро закончится, потому что у нее подрастает сын Святослав. Она уговаривала Святослава принять христианство, но Святослав знаменитый воин. Он отвечал, матушка, я не могу этого сделать, надо мной дружина моя смеяться будет. Скажут, что же это за такой боец, когда он принимает такую непонятную религию. Ну и вот таким образом Ольга осталась в истории христианкой, Святослав язычником. Святослав, который правил с 965 по 972 год, это знаменитый завоеватель. Он завоевал Хазарию, он разгромил Византию. Человек, который, с одной стороны, проложил много новых путей для киевского государства, новых торговых путей, новых перспектив, но с другой стороны, постоянно его упрекали современники в том, что он слишком увлекается далекими походами и слишком мало заботится о безопасности самого Киева, своей столицы и вообще русской земли. И это был вопрос актуальный, потому что печенеги постоянно с юга нападали из степей на Киев. И вот, в конце концов, Святослав погиб в одном из таких сражений с печенегами, которые подкараулили его возвращавшегося из болгарской войны. Святослав погиб. После короткой схватки и борьбе за власть приходит Владимир. Владимир, сын Святослава и ключницы Малуши. Ну и вот начинается уже история, связанная с принятием христианства, связанная с принятием христианства святым Владимиром. В целом, конечно, здесь можно сказать то, что темпы развития древнерусского государства были очень хорошими, бодрыми. Это была энергичная политика. Это была политика, которая имела большие стратегические цели – вывести древнерусское государство наравне с величайшими государствами тогдашней Европы. Это можно было делать с помощью воин, с помощью культурных контактов. То есть заявка была большая сделана. Не все удавалось. Но, тем не менее, расцвет киевской державы падает уже на сына Владимира, на князя Ярослава Мудрого. Удивительный человек, который от природы был инвалидом, он хромал. Его называли хромец окаянный враги. Но этот хромец окаянный, он был человеком, который, с одной стороны, провел около десятка военных компаний. Ни одной не проиграл. А с другой стороны, это был человек, который удивительным образом сочетал воинскую доблесть и мудрость. Мудрость с благочестием, то есть христианская мудрость. Он очень любил читать книги. Ярослав Мудрый, правивший с 1019 по 1054 год, он открыл школы, он открыл библиотеки, он построил великолепный храм, Софийский собор в Киеве. Он приглашал византийских мастеров для того, чтобы они украшали киевские постройки. И вообще, время Ярослава Мудрого – это время расцвета киевской Руси. Это время расцвета киевской державы. Ну и можно сказать, что единственная проблема, которую Ярославу Мудрому не удалось решить, это была проблема наследника. Он понимал, что, как обычно, после кончины отца начинается борьба между его детьми. Ему было очень грустно думать о том, что его плоды, его трудов могут быть таким образом рассеяны. И он оставил знаменитое завещание. Оно сохранилось в летописях, где, обращаясь к своим старшим сыновьям, Изяслав, Святослав и все, он говорит, любите друг друга, не враждуйте, я умоляю вас, держитесь вместе, и тогда все будет хорошо. И сыновья поклялись ему жить дружно. И прожили, ну, я думаю, лет 10 они прожили, выполняя это обещание. Но потом все-таки не выдержали. Началась война между Изяславом и Святославом. Ну и, в конце концов, киевская держава постепенно начинает распадаться. И начинается уже новый период в нашей истории, период феодальной раздробленности. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok